С обновлением, с новым качеством. Во правительстве, Господь говорит, все творят все новое. И, согласно богословию, про славу, Господь творит все новое, ежеминутное, ежесчастное, ежесекундное. Воспроизводится весь мир, весь космос и каждый из нас. Утверждается в том, что Он есть. От того человека, ищущего Бога, да, или смотрит на небо, увидит Бога. Если посмотрит бесконечно, Он видит Бога. Если посмотрит на горизонт моря или на щечевле, Он видит Бога. Более того, если Он поднимет камень, Он и там увидит присутствующего Христа. Бог вездесущий. Если ищешь Бога, то знай, что Он тебя уже нашел. И только божественная педагогика поставится тебя вывести на уровень понятия, представления, осознания. Вот Бог ищет Бога, да, а Бог его уже нашел. Только он находится так, где он еще не знает, да, и координаты сверху выясняются. А компас сбит, карта потеряна, да, а ориентирование нет. Но только не у Бога, а у человека. И, конечно, из нас находится в аналогичном положении. Вот воля быть больше, чем ты есть, не согласия с тем, что ты, Гриша, а ищешь святости, вечности, спасения, является доминантой и вечным присутствием в жизни христианина. Это всегда борьба, это всегда воля, да, это всегда услюбленность к святости, это всегда восхождение по лестнице и акула. Все выше и выше и выше. И только уныние, реплисия, печаль, самовозжаление, да, начинаешь человека вводить туда, где он начинает, нет, не проваливаться, а соскальзывать. Ад – это то место, куда человек не проваливается, а соскальзывает. И человек упал, и он больно. И из-за этого больно стоит у нас, слушай, кажется, я влетел непрознанно. Пасть – человеческое дело, лежит – весовское, образце – оптасное. А вот соскальзывание, не знаю, как Макарьев Байца знает, о чем они еще соскальзывание ниже, ниже, да, мысли еще в высоком богословии, да, а между тем шествие идет куда? Все ниже и ниже, да. Вот это разрыв, метафизический разрыв, да, он уникален, он парадоксален, он совершенно невозможный для человеческого ума и человеческого сердца. Но нет ничего невозможного для Бога. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Если человек имеет веру, живую веру, в том, что Бог мирует, спасает, любит каждого из нас, вот это и есть та лифтовая зона, которую человек превращает в ангелы. Падшего гришника, да, покажется праведника. Человеку, который подобен чердю земному, опытом был со скотам и приложился им, делает человека святым, праведным и небесным. Вот это и есть некая достоверность нашей веры, нашей повседневности, нашего постоянного пребывания в вере, в Боге и в Церковь. Другого ничего нет и не может быть. И вне этого, да и человеческого субстрия нет. И из подобия, и из личин, и из прижим, и из маска, но нет лица и тем более не слика. Будем обещать, обретать лица и лики. Да? С Новым Годом! С Новым Годом! И с новой духовной победой! Слава Богу за всех! Спасибо!